Всем привет! На улицах начинают зажигаться праздничные огни, а Харьков, несмотря на военную обстановку, уже тоже готовится к новогодним праздникам. Много лет назад, так же как и в наши дни, люди задавались вопросом, как встретить Новый год и где купить подходящие подарки. Сегодня я расскажу, как в Харькове праздновали Новый год 100 лет назад. Новогодние праздники в Харькове начинались с Рождества по Григорианскому календарю. Тогда уже 25 декабря в каждом доме стояла украшенная елка и праздничный стол. У жителей Харькова был широкий выбор, где праздновать Новый год. Кто-то предпочитал проводить его в узком кругу семьи или отправлялся в гости к друзьям и родственникам. Многие зажиточные харьковчане устраивали праздничные званые ужины. В канун Нового года можно было часто встретить горожан, которые просто ездили от одних гостей к другим. Бывало, на рождественских праздниках катались в два ряда в сотнях саней, ехавших гуськом и шагом одни за другими в длину всей Екатеринославской улицы, сейчас Полтавский шлях. Некоторые жители Харькова отправлялись встречать Новый год прямо на улице города. Например, в 1901 году газета Южный край писала про праздничный разгул так. Несмотря на то, что на первый день праздника винные лавки, рестораны и трактиры были закрыты целый день, весь мир, запасшийся заблаговременно монополькой, принеся обильную дань Бахусу высыпал для прогулки на улицу. Тут-то и начинались песни, ссоры и драки. Местные заведения и отели тоже не пустовали. Каждый харьковчанин мог найти мероприятия на свой вкус и кошелек. Рестораны и гостиниц были переполнены желающими отпраздновать Новый год с оркестром и праздничными угощениями. Новогодние программы были самыми разными. В гранд-отели, например, подавали устрицы, кальмаров и лангустов. А в ресторане отеля Националь новогодний вечер проходил под аккомпанемент салонного квинтета. Еще одним вариантом отметить Новый год был поход в театр. В концертных залах все желающие могли посетить тематические спектакли или маскарады. Новогодние наряды можно было приобрести в местных костюмерных. Для детей были свои развлечения. В залах коммерческого клуба по 31 декабря проходили детские елки, а в Харьковском купеческом собрании устраивали семейные и детские вечера. Граждане Харькова могли повезти своих детей на Сергиевскую площадь. Тогда за 15 копеек ребенок попадал на праздничный утренник, где получал небольшой подарок. Из бесплатной программы был традиционный каток и горка. Если позволяла погода, на университетской площади заливали каток и устраивали катание на санях по ледяной горе. 2 января 1917 года в газете «Южный край» писали так. Новый год Харьков встретил шумно и весело. Переполнившая театры публика к 11 хлынула на улицы и стала заполнять рестораны. Вскоре в главных из них уже нельзя было найти ни одного свободного места и столика. Особенно многолюдной и оживленной вышла встреча Нового года в залах коммерческого клуба и в литературно-художественном кружке. Обширная, удачно составленная программа присутствия на сцене и публике любимых артистов сделали встречу Нового года в литературно-художественном кружке, особенно шумной и веселой. С большим успехом и при очень большом количестве публики прошел и балмаскарад в Екатерининском театре. Не состоялись только обычные у нас в Харькове новогодние катания на тройках, шел дождь. Сто лет назад люди точно также бегали в поисках подходящего подарка в предновогодней суете, как и в наши дни. Перед праздниками нередко проходили распродажи. Например, парфюмы можно было приобрести в магазине Леопольда Малкина на углу Московской улицы. Там ежегодно проходили скидки перед зимними праздниками. За подарком можно было отправляться в магазин тканей. Там можно было найти все от больших одеял до кухонных скатертей. В мануфактурном и суконном магазине на Московской улице. Хорошим подарком мог стать фотоаппарат или граммофон. Эти товары пользовались особым спросом. Приобрести их можно было в магазине Граммофон на Сумской 6. Он рекламировался под слоганом «Доставьте вашей семье развлечения на праздник». Традиционно в канун праздников хорошо продавались сладости. Например, в магазине кондитерской фабрики прогресс продавали карамель. А в магазине Жорж Бормана жители города могли не только купить сладости, а еще и посетить выставки кондитерских изделий. Традиция украшать к рождественским и новогодним праздникам пушистую ель во второй половине 19 века прочно вошла в быт харьковчан. А как известно, спрос рождает предложения. Поэтому в конце 19-го начале 20-го века с десяток харьковских магазинов и лавок предлагали своим покупателям разнообразные елочные игрушки. Так магазин игрушек Руденко в Шляпном переулке, сейчас Соборный переулок, обещал большой выбор картонажи и украшений для елки от заграничных и отечественных фабрик, как поштучно, так и в наборах. Конфетти, серпантин и игры для детей. В магазине Миллера, что находился в доме 34 по Рыбной улице, сейчас улица Кооперативная, кроме большого выбора украшений для елки продавали также поздравительные открытки к Рождеству и Новому году, а также детские книги. Чтобы рождественская елка была не только нарядной, а и переливалась огоньками, в 1880-е годы горожане отправлялись за специальными свечами по 20 копеек за штуку на университетскую улицу в оптовый магазин. Здесь также продавали елочные украшения и куклы. Спустя два десятилетия в части харьковских домов появилось электричество, а вместе с ним и электрические гирлянды. Гирлянды из-за порой дорогой их стоимости не только продавали, но и давали в аренду на праздничные дни. Испытывая жесткую конкуренцию, владельцы кондитерских пищебумажных и галантерейных магазинов обещали харьковчанам самые низкие цены и, как бы выразились сейчас, выгодные акционные предложения. Богатая публика не только гуляла и развлекалась, очень много в эти дни посвящалось благотворительности. В детские приюты приходили попечители, приносили детям подарки, устраивали музыкальные детские вечера. Особенно хорошие детские вечера были в детском приюте Ясли на улице Конторской, устроенные на пожертвования купца Серикова. Проводились они ежегодно с большим размахом. Новый год был объявлен буржуазным пережитком и официально запрещен в конце 1920-х годов. В середине 1920-х Новому году попытались придать статус общенародного коммунистического праздника. Его встречали в рабочих клубах, домах культуры и театрах. Празднования проходили на фоне антирелигиозных компаний. В детских садах разыгрывали театрализованные постановки, красные елки, комсомольское Рождество, вечера безбожника. У себя дома каждый пока еще имел возможность отмечать праздники так, как ему хотелось. В 1929 году были отменены рождественские выходные. Введен запрет на продажу елок, а также празднование Рождества, Крещения и даже Нового года. 28 декабря 1935 года один из руководителей советской Украины Павел Постышев обратился с призывом организовать для детей новогоднюю елку. С этого момента началось создание новых, уже чисто советских атрибутов празднования Нового года. Открылось производство елочных игрушек и украшений. На новогодней елке существовали традиционные рождественские шарики, снежинки и фрукты. Сам Постышев недолго наслаждался результатами своей инициативы. В феврале 1938 года его арестовали и сняли со всех постов. Объявили японским шпионом, а через год расстреляли в Бутырской тюрьме. А еще сто лет назад перед боем часов можно было услышать торжественную речь, где в числе прочего высказывались опасения по поводу появления синематографа, который убьет культуру. Или по поводу конца света из-за кометы, которая непременно должна столкнуться с землей. Ну а 1 января, как и сейчас, был нерабочим днем. В общем, даже полтора столетия назад харьковчане относились к встрече Нового года и Рождества с таким же трепетом и ответственностью, как и мы сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова